Торт целую ночь пробыл в холодильнике. А теперь я разрежу и покажу, как он выглядит в разрезе. Пахнет очень вкусно. Клубниками и бананами. Вот такая красота у нас получилась. Ну вот такой торт у нас получился. Я надеюсь, вам понравится. Будете вместе с нами готовить. Очень вкусно пахнет клубникой и бананами и ванилином. Пойдем готовить вместе. Поехали. Всем привет. С вами Домашняя Кулинария. Сегодня будем готовить торт на день рождения. Он у нас будет двухъярусный. Я надеюсь, вам понравится. Он при этом очень вкусный. Для этого нам понадобится яичный бисквит, который мы сейчас приготовим из четырех яиц. Я разделила белки на желтки. Белки при этом надо будет посолить. И будем взбивать до твердых пиков. И начинаю взбивать. Взбивать мы будем с сахаром. С постепенным добавлением. На четыре яйца мы добавляем четыре столовые ложки сахара. Вот так хорошо надо взбить белки до твердых пиков. Вот так он держится. А теперь по одному будем добавлять желтки. Вот так каждый желток, хорошенько взбивая с белками. Вот так хорошо мы взбили яйца. А теперь убираем миксер. И начинаем добавлять муку. Сюда мы добавляем четыре столовые ложки. Ложка вот такая вот столовая. Большая здесь помещается. Двадцать-двадцать пять граммов сахара, муки. Вот так вот добавляем. У меня уже просеянная мука. И вот такими круговыми движениями снизу-вверх медленно вмешиваем муку в яично-сахарную смесь. Обязательно добавляем ваниль для того, чтобы избавиться от запаха яиц. И вот такими круговыми движениями вот так вот муку вмешиваем. В яично-сахарную смесь. И получается нежное воздушное бисквитное тесто, которое мы будем печь при температуре 170 градусов. До готовности смотрите по своей духовке. Вот так хорошо мы перемешали. А теперь все это тесто помещаем в форму диаметром 24 сантиметра. Я сейчас покажу. Это у нас второй ярус. Первый ярус я уже испекла. Равномерно распределяем тесто по всей поверхности формы. У нас заранее должна быть включена уже духовка, потому что это тесто не любят отдыхать. Его сразу, непосредственно после того, как поместили форму, надо в духовку. Духовка заранее должна быть нагрета, предварительно нагрета до 175 градусов. Здесь нет ни соды, ни разрыхлителя. И оно поднимается за счет хорошо взбитых яиц. Я помещаю в духовку, потом покажу, что мы делаем дальше. Ну а пока выпекается наше тесто, я покажу вот наш первый ярус, который я уже испекла. Это форма диаметром 32 сантиметра. В такой форме можно приготовить бисквит из 25 яиц. У нас бисквит из 8 яиц. Это первый ярус, второй ярус будет из 4 яиц. Торт из 12 яиц. Мы его обязательно очень красиво оформим. Надеюсь, вам понравится. А теперь будем ждать, пока испечется наш второй ярус. Бисквит у нас получился. Он еще горячий, он хорошо поднялся. Оставим его остыть, а потом острым ножом вот так проводим по бортикам. И вынимаем его из формы. Будем делить на две части, как первый ярус, так и второй. Пока он остынет, мы перейдем готовить заварной крем. Ссылку на то, как мы готовим заварной крем, я обязательно оставлю под видео. Я надеюсь, вам понравится мой рецепт и вы будете его готовить. А сейчас я перейду готовить крем, а потом покажу, что у меня получилось. Сейчас будем готовить заварной крем. На этот торт у нас уходят две порции. Вот наша заварная часть, она уже остыла. И я по одной ложке буду добавлять масло. Вот так вот выглядит уже остывшая заварная часть. Я сейчас буду добавлять масло. И вот так по одной ложке, вмешивая заварную часть с маслом, мы готовим заварной крем. Он очень устойчивый и очень вкусный. Сейчас я закончу его готовить, покажу, как он у меня получился. Ну вот так я закончила готовить крем. Вот такой вот крем у нас получается. Он очень устойчивый. Добавляем ванилин и начинаем оформлять наш торт. Ну вот, а теперь мы извлекаем бисквит из формы и будем делить на две части. Те, кто смотрит мои рецепты, они знают, что я все на обратной стороне. То есть я сейчас снимаю пекарскую бумагу и делю бисквит на две части. Разделила на две части. Вот такой бисквит у нас получился. Посмотрите, какая красота. А теперь мы обязательно должны приготовить пропитку. Пропитка у нас будет из сгущенного молока. Я просто одну столовую ложку сгущенного молока разбавляю с водой. Сейчас покажу, как я это делаю. Беру одну столовую ложку сгущенного молока и разбавляю с водой. Вы можете пропитку приготовить любую. Ну а также я приготовила фрукт. У меня бананы, киви и клубника. И клубника у меня замороженная. И от замороженной клубники вот у меня столько сока. Вот этот сок я сейчас смешаю с нашей сгущенкой. Вот так вот мы смешиваем. Получается очень вкусная пропитка. Вот такая классная вещь у нас получается. А теперь я сейчас пропитаю оба коржа и начну нарезать фрукты. Фрукты нарезаем произвольно. Закончили пропитывать торт. И теперь начнем равномерно распределять крем по всей поверхности нашего коржа. Я закончила распределять крем. И вот так вот наискосок нарезаем тонкими дольками бананы. Я сейчас клубникой оформлю. Вот так оформила клубникой, а теперь бананами. Вот так вот наискосок. И чтобы не было приторно, мы придадим вот такую вот кислую нотку. А теперь сверху пропитанный и смазанный кремом наш второй корж. Вот так вот. Вот так вот будет он готов. Теперь нам надо будет смазать кремом. Сейчас я быстро аналогично приготовлю первый ярус. И покажу, как я собираю его. Вот точно так же, как мы оформили нижний этаж, нижний ярус. Бананом и клубникой мы начиняем торт. А оформлять мы будем вот так мелко нарезанным киви. Вот так равномерно распределяем крем по всей поверхности торта. Закончила смазывать торт. И точно так же будем смазывать кремом верх и бока нашего торта. И после того, как мы закончили смазывать торт кремом, очень удобно, вкусно, красиво также посыпать его вот такой кокосовой стружкой. Вот такой торт, он уже нежный, красивый и очень нарядно выглядит. Но так как у нас получается он очень сладкий, мы обязательно должны придать ему вот такую вот кислинку, как киви. Сейчас я продолжу оформлять. Я его вот разделила каждое киви пополам. И потом вот на такие мелкие дольки. Вот такой торт у нас сегодня получился. Я надеюсь, вам понравилось. Я закончила его оформлять. Цветовая гамма мне очень нравится. И вкусовые, надеюсь, тоже. Оставлю торт в холодильнике пропитаться. Обязательно покажу, как он выглядит в разрезе. Надеюсь, вам понравится. И вы будете его точно так же готовить. Если заменить фрукты на сезонные, можно здесь использовать абрикосы или ягоды по сезону, то это очень доступный, несложный и недорогой торт. Зато очень красивый и нарядный, ничем не уступает дорогим тортам. Готовьте! Надеюсь, вам понравится. Будете готовить вместе с нами. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всегда ваши. Всегда с вами Домашняя Кулинария. Пока! Торт целую ночь пробыл в холодильнике. А теперь я разрежу и покажу, как он выглядит в разрезе. Пахнет очень вкусно. Клубниками и бананами. Вот такая красота у нас получилась. Ну, вот такой торт у нас получился. Я надеюсь, вам понравится. Будете вместе с нами готовить. Очень вкусно пахнет клубникой и бананами и ванилином. Пойдем готовить вместе. Поехали!